Аплодисменты А ты говори, все свои люди Здравствуйте Аплодисменты Ну, разрешите всех нас поздравить с этим замечательным юбилеем 100 лет Вот, Вика, мы тебя ждали вовремя Со 100-летним юбилеем нашего гражданского воздушного флота СССР Пожелать всем здоровья, успехов Чтобы небо везде стало мирным И всяких других благ И что еще хотел сказать Что вот этот праздник на День Аэрофлота Он мне нравится Вот в два раза больше, чем День Авиации Знаете почему? А у меня на прошлый День Авиации было ровно половина зал А сейчас полный Про самолет Про самолет Мы по мне Днем и ночи А такая вот работа Пусть не плачет Но завидует нам тот, кто не летает Потому что мы летаем на красивых самолетах Потому что некрасивых самолетов не бывает Потому что мы летаем на красивых самолетах Потому что некрасивых самолетов не бывает Белоснежный или серебристый лайнер Это что-то элегантен Грациозен Восхитительно Прекрасен И поверьте Красоту нельзя отнять Самолет Даже если Совершенно непривычный цвет окрасить Вы поверьте Красоту нельзя отнять Самолет Даже если Цвет зеленого Корочка Разукрасить И не важно Туполь, Боинг или Арбас трехсот Посмотрите Как он рулит По перрону Как взлетает И поймете Не бывает Некрасивых самолетов Потому что Некрасивых самолетов Не бывает Некрасивых самолетов Вы поймете Не бывает Некрасивых самолетов Потому что Некрасивых самолетов Не бывает Не бывает Не бывает Не бывает АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИ Я когда афишу очередную рисовал, не рисовал, вернее, подавал макет, и думал, что правильно это написать, концерт или творческий вечер, и спрашиваю товарищу, говорю, чем концерт отличается от творческого вечера? Говорит, как чем? Концерт одно слово, а творческий вечер два. Ну, у нас, правда, еще к этому дополнение, что творческий вечер, это как-то ближе, да, мы вот сидим, ну, типа как на кухне, да, соответственно, что тут и еду носят, обстановка такая более домашняя, допускаются любые вопросы, реплика с места и так далее, и это все как бы оживляет. А когда со сцены, там, отдельно где-то в конце, ну, в зале, где другая обстановка, он как-то разделяет, пододвигает линии. Не так душевно ручит. А когда вокруг сверховет, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить. Пассажиров мы жалели, как могли, как умели, там и сами жить хотели, если честно говорить. Полет окончен, завтра уможены шасси и самолет, устало крылья опускает. А на перроне теплый дождик моросит, и у стоянки нас автобус поджидает. Мы проходим между кресел, все в порядке, без эксцессов, и на лицах побелевших вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, что остались нынче живы, и нас за то, что не убили, от души благодарят. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте, у дверей ажиотаж. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте, у дверей ажиотаж. А кто-то считает, все это химеры и вздох, и не променяет покоя на разбег и простор. И жив будет хлебом, единым не в силах понять. Красивое небо Красивое дело Летать Красивое небо Красивое дело Летать Скользить, как по снегу, легко километры листать И черкнуть неврежно по облачной ладе крылом Паря безмятежно в просторе небес голубом Красивое небо Красивое небо Летать Внестись в горизонт Твою дарью отодвигать Меж замков воздушных, что плавно плывут над землей Пугая порогу своей красотой грозовой Твою дарью отодвигать Красивое небо Красивое небо Красивое дело Летать И все начиналось когда-то со слова мечта Красивое небо Когда-то давно выбрал ты Что всю свою жизнь любоваться землей с высоты И ты от земли оттолкнувшись взлетел выше птиц В пространство, где нету пределов и нету границ Частицы вселенной поможет себя осознать Красивое небо Красивое дело Летать А кто-то считает все это химерой И здорово, и не променяет покоя на разбег и простор. И жизнь будет клевом, единым, не в силах поню. Красивое небо, красивое дело, не трать. Красивое небо. У меня техника игры никогда не была высокой, поэтому такие косячки, ну, извините. Ёрк. Тут, конечно, регулировали, регулировали, чтобы меня не слепило. А тут пришел и все исправил. Как дорогу ковалуги. Пришел забор поставил. У меня, как не только у меня, я думаю, у каждого летчика был в жизни такой случай, да, когда поднимаешься по трапу, заходишь в самолет, и встречает тебя молодая, красивая стюардесса. И сердце замирает, и все. А она мне говорит, Вадим Юрьевич, мой папа вырос на ваших песнях. Я по трапу поднимался, как всегда. У меня в камине место есть свое, а в тот день у нас был рейс на Краснодар. А у трапа, а у входа я увидел другое, и он. Мало-то я, стюардесса, в первый раз. С нами в рейсе как-то раньше не встречал. Долбанул по мне дуплет прекрасный глаз. Я споткнулся и чуть с трапа не упал. А на лимончик в чай улыбнулась невзначай. И я подумал, как же хороша стюардесса. Прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан. В общем, отчего не понял сам. Молодые стюардессы, сколько раз Вы смущали красотой своей. И вдруг, что-то ёкало опять внутри у нас. Заставляя учащаться, сердце стук. И запомнился мне давний тот полёт. Тем, что думал я весь рейс тогда о том, Что, конечно, первым делом самолёт. Но девчонка обязательно потом. А на лимончик в чай улыбнулась невзначай. Я подумал, как же хороша стюардесса. Прям хоть воду пей с лица. И смутился, как пацан. А я ведь в возрасте её отца. Песня на словах Ильи Конникова. Называется «Малая авиация». Я её уже пил. Илья работает на севере, в Архангельской области, в Обшинге. Золотится там ещё много аэропортов. Он там и директор аэродрома, и метеоролог, и обслуживает лётное поле. И ещё он, когда некому летать, ещё выполняет пассажирские перевозки. И сквозит пассажира. Мы стремимся в небо всей душой. Мы потомки той крылатой нации, Протарившей к лысим путь большой. Хорошо, что выпало с тобой. Нам трудиться в «Малой авиации». Повезло однажды нам с тобой. И пускай погода здесь не мёд. Север то дождём, то лютой стужей, То суровым ветром вдруг такнёт. Но уходит в сумрак вертолёт. Слава и хвала пилотов мужеску Вновь уходит в сумрак вертолёт. Утро залеет лишь едва. Техники в заботах как положено, Чтобы разлетелись АН-2. По площадкам дед, песок, трава, Сёла и посёлки бездорожные Снова разлетятся АН-2. И полёты сложности любой Выполняем мы не для овации. Просто потому, что есть любовь, Просто потому, что мы с тобой Прикипели к «Малой авиации». Прикипели сердце и душой. Нисколько позабыто на реку Из былого нашей славной Родины Не пророчьте в юге грусть, тоску, Впишем в завтра новую строку, И освоим трассы, что не пройдены. Не пророчьте в юге грусть, тоску, Мы стремимся в небо всей душой, Мы потомки той крылатой нации, Протарившей твыся путь большой. Хорошо, что выпало с тобой Нам трудиться в «Малой авиации». Повезло однажды нам с тобой Спасибо. Буквально вчера, сегодня списывался С Маргаритой Ингель, которая уже много лет живет в Германии. На ее стихи написана самая моя первая Радиационная курсантская песня, Которая стала одной из самых популярных поэзий и полета. А еще 9 февраля у них с мужем годовщина свадьбы. Это же было в 85-м году, Я даже не знаю, сколько это посчитать. 39 февраля? Вот, да. Нет, 8 февраля. Сводим же. Вот. Вот так вот. Это зачем? Поэзию порвет. Поэзию порвет. Да, да. Несловно. Субтитры создавал DimaTorzok Музык, говорят, профессия опасна И лучше тем, кто ходит по земле. А я люблю смотреть, смотреть, как звезды гаснут На самолетах в стынущем крыле. За горизонт лечу, встреча красы, Любуюсь вновь за облачные зареты. Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей, Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. От неба дарят яркие мгновения И для того на свете стоит жить, Чтоб вновь преодолеть земное притяжение И снова радость взлетов ощутить. За горизонт лечу, встреча красы, Любуюсь вновь за облачные зареты. Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. Мой труп порой блеснет красивой года, Там, где свинцова дышат облака. И всё ж моя поэзия, поэзия полёта, И каждый вылет новая строка. За горизонт лечу, встреча красы, Любуюсь вновь за облачные зареты. Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, Когда я поднимаюсь над землей. Белый-то вновь за облачные зареты. Пламя Франция Спасибо. Теперь он меня слепит, И даже Андрей только на третьей песне разглядел. Так что, очень рад. У меня тут будет сегодня парочка новых песен, сюда же интересно. Коротенькое пронесло. Я одно время писал небольшие рассказики и публиковал их в Фейсбуке, в ВКонтакте. Мой друг Александр Белов, который уже много лет лет летает в Японии на А-320. Он на мои рассказы писал комментарии, которые мне казались даже поинтереснее, чем сами рассказы. Говорю, Саша, тебе надо лучше самому писать. И он этим делом увлекся и с удовольствием сейчас читаю. У него, если кому интересно, на прозеру ник называется Александр2992. Или 9229, я не помню. Ну, язык такой замечательный, легкий и сюжеты интересные. А это, значит, я совершенно случайно зашел, смотрю у него коротенький такой рассказик, шуточный, называется «Вальбом Константина Лобецкого». Если кто-то, ну, Костя очень личностно популярный, известный, он в то время играл в группе «Звери» на бас-гитаре, потом он сменил бас-гитару на шпыровал самолета и стал инструктором на маленьком самолете и обучая, значит, желающих. И получается так, что вот Саша написал, что летает над моим домом, у меня крыши красивые такие, вот он их за ориентир выбрал. И я, говорит, хожу, думаю, банку пива, что ли, подкинул. Это вы комментарии написали, да, сокращенные? И вот девушка тут написала, это какой-то иностранный летчик, значит, я письмю-то придумал, а какой-то иностранец написал, говорит, песня, наверное, хорошая, но я не пойму. Нет, я, наверное, спою, а потом перевезу, да? Ну, причем, короче, я рассказ прочитал, сначала быстренько спел, сокращенный вариант, а потом мне говорят, ну, как-то сильно коротко, как бы объяснил, кто такой Костя, там, где-то 10. Короче, получилась вот такая песня, которая называется «Хорошо бы пиво». По над домом моим и сортиром Часто кружит один самолет Выбрал крыши мои ориентиром Для полетов знакомый пилот Летчик Костя, известная личность Он художник, поэт, музыкант А мои яркие крыши отлично Наблюдаются издалека Мои роскошные крыши отлично Видно всем очень издалека Целый день провожу я в работе Улучшая в имении быт А он опять на своем самолете Надо мной гудит и гудит Не сказать, что бы мне неприятно Но вопрос возникает такой А почему совершенно бесплатно Ориентир он использует мой? Ну почему абсолютно бесплатно Ориентир он использует мой? Что с того мне, что он популярный И бас-гитарой владеет, как зверь? Ведь выходит, что про благодарность Можно вовсе не думать теперь Нет, ну получается про благодарность Можно просто не думать теперь Всякий раз, как проносится мимо Я с тоскою гляжу ему вслед И мечтаю о баночке пива Всего-то, что упало бы мне на обед Вдруг откроется люк аварийный Храбрый летчик мне крикнет, лави И увижу под куполом синим Банку пива, а лучше бы три Сразу станет погода чудесной Засверкают и речка, и лес И не надо мне манны небесной Мне бы пиво к обеду с небес Но стихает вдали пол мотора Снова трезвый обед меня ждет А летчик Костя, покинув кедровый Выполняет второй разворот А летчик Костя, покинув кедровый Выполняет второй разворот Спасибо Спасибо Ну вот У меня не обходится без вот таких Вот дома играю, все хорошо получается Ну, ну, как приду, как в этом Это все пиво Просто пиво нет Да Вживую уже давно никто не играет Один брит Все по фенокам Ископаем главу И вторая премьера Уже моя 14-я песня на стихе Лада Баламут Вот, да Ну, Лада здесь была на концерте Она вот уже известный человек В авиационных кругах В планерных кругах Но она еще член своих записателей Вот И очередное стихотворение мне попалось Я сразу взял И спел его Она бы сегодня Тоже была на этом концерте Ну, как раз вот сегодня Десятилетний юбилей Планерного клуба Клуба решет И в Новосибирске Она туда улетела Но и об этом Чуть-чуть позже На трамвае в небеса Ехать ровно два часа Выбирай себе трамвай Не прошляй, не прозевай Нужно только выбрать цвет Взять счастливый свой билет Выбрать правильный маршрут Не считать кутуру минут Остановок Этажей Жизни прожитой Не смотри назад в пути Пусть трамвай себе летит Выше рельсов и ворон В облаках со всех сторон Выше тонких проводов Ой, ребята, вот что значит волнение Извините И смотри назад в пути Пусть трамвай себе летит Выше рельсов и ворон В облаках со всех сторон Выше тонких проводов Поездов, складов, судов Посмотри в его окно Видишь звезд вокруг полно Этот твой трамвай летит Вдаль по Млечному пути На трамвае в небеса Ехать ровно два часа На трамвае в небеса Ехать ровно два часа Спасибо Вы знаете Там диск продается Я успел эту песню записать на диск Вот там без ошибок А диск называется На аэродроме Как раз следующая песня По имени этой песни Это я был к приглашению На аэродроме казачья в Ставрополь И после интузита Появилась эта песня Если вдруг с тобой что-нибудь случилось Если грусть с тоской Заглянули в дом Ты своих напастей Нищий причинам Просто отправляйся На аэродром Там на летном поле Дует свежий ветер Запахом бензина И скошенной травы Образом волшебным Он дурманом этим Гонит хрень Любую Прочь из головы На аэродроме На аэродроме Есть такое что-то Что от скуки лечит И от моих дыр В веках уходят В небо самолеты Там про все плохое Забываешь ты И на летном поле Просто оторваться От всего Что давит И мешает петь А всего-то нужно Просто разбежаться И расправив крылья Над землей взлететь Если нет на сердце Никакой кручины И грустить не нужно Вовсе ни о чем То тогда, конечно Просто нет причины Чтобы не поехать На аэродром Где на летном поле И просторый ветер Где на летном поле Дышится легко И для кого-то места Лучше нет на свете И еще там вид Очень далеко На аэродроме Дует свежий ветер Запахом бензина Из кожаной травы Образом волшебным Он дурманом этим Гонит хрень Любую Прочь из головы Я так скромничать не буду Я много хороших песен-то насочинял Ну вот в чем дело. Спасибо. Дело в том, что есть такие песни, до которых мне все равно не дотянуться. И мы их все любим. И сейчас я уверен, что вы будете с удовольствием вместе со мной петь. Это песня из кинофильма Марка Франкина на стихе Роберта Рождества. Из кинофильма «За облаками», вернее, «За облаками» не было. В 73-м году этот фильм вышел, то есть этой песне 50 лет. Поем всем за вам. В ней колышется дождь молодой. Ветры летят по равнинам бессонной. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой, там, за горизонтом, там, там, тарам, там, тарам. Шел я к высокому небу не зря, Спал, укрываясь большими снегами, Но зато я узнал, что такое заря. Там, за облаками, там, за облаками, там, там, тарам, там, тарам. Верю, что все неудачи стерпят, Жизнь отдавая друзьям и дорогам. Я узнаю любовь, повстречаю тебя Там, за поворотом, там, за поворотом, там, там, тарам, там, тарам. Если со мною случится беда, Грустную землю не меряй шагами, Знай, что сердце мое ты отыщешь всегда, Там, за облаками, там, за облаками, Там, там, тарам, там, тарам. Спасибо. А я вам покажу. У нас интересный песня. Это всегда мои любимые песни на концертах или на творческих вечерах. Я, кстати, это самое... Вы заметили, что я сменил творческие эти свои имидж или костюмы? А лома 84, вот, по-моему. Ребят подарили. Я лечу к тебе. Вышло, вышло часто нам с тобой расставаться, И тебе одной подолгу оставаться, Когда я опять куда-то улетаю. Вышло над землей мне по всей земле мотаться, Покидать тебя и снова возвращаться, Ожидать тебя подолгу заставляет. Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут, Делим шар земной на было-не-был, были-не-бы. Снова вдаль зовут, снова вдаль зовут. Знаешь, ветер странствий, не всегда попутный ветер, И не только море с пальмами там в свете, Попадали мы в штормах и снегопады. Знаешь, интересны очень много мест на свете, Но люблю я, помотавшись по планете, Оказаться снова вдруг с тобою рядом. Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут, Делим шар земной на было-не-был, Были-не-бы, снова вдаль зовут. А если в небу голову поднимешь Прямо над собою вышине, Белую полоску ты увидишь, И, конечно, вспомнишь обо мне, Вспомнишь обо мне. Крылья Крылья Не растут у нас, конечно, за плечами, Но мне кажется, что вовсе не случайно Нам даны с тобою крылья и запечу. Крылья Крылья Сколько раз они с тобою Нас разлучали, Чтобы через ожидания и печали Вновь и вновь нести меня к тебе навстречу. Белым, белым крестиком по небу Снова мы рисуем наш маршрут, Делим шар земной на было-не-был, Были-не-бы, снова вдаль зовут. А если в небу голову поднимешь Где-то выше стаи губей, Белую полоску ты увидишь, Это снова я лечу к тебе, Я лечу к тебе. Делим по небу Я лечу, Субботнику У нас сегодня дата такая, она как раз между двух праздников находится, между День Аэрофлота и День Святого Валентина. День Святого Валентина, утро, грустная картина. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться, и уже спотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться, и уже спотел дрожать второй пилот. Мы как раз с Муратом были в одном самолете. Да, Мурат? День святого Валентина, вся промерзшая кабина, Минус тридцать за бортом и на борту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы И забыли про любовь и красоту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы И забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла незадача, чей-то происк, Не иначе, что за гад придумал эту маэту. В Нижнем Новгороде, в Горьком, Где какие-то там зорьки, Замерзает на перроне лайнерту. Та-дам, та-да-да-да, та-да-да-да, Замерзает на перроне лайнерту. На зуб-зуб не попадает организм, Во все страдает, и, похоже, назревает АРВИ. И как-то даже неспортивно В день святого Валентина Подхватить чего-нибудь не от любви. Ну, согласись, неспортивно В день святого Валентина Подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения Штурман тоже впал смятение И в глазах недоумение, Мол, как понять, Что в день святого Валентина Замерзаем коллективно Вместо того, чтобы с кем-нибудь Не замерзать. В день святого Валентина Замерзаем коллективно Вместо того, чтобы алкоголь употреблять. В день святого Валентина Надо женщине-мужчину. И мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в день святого Валентина Нужно мне взлететь и больше не рожна А я сегодня не мужчина, ведь в день святого Валентина Я взлететь хочу и больше никого Наконец, с восьмой попытки, разогревшейся от избытка Непристойных выражений захотел Наш кормилец запустится и состригно простится И в Москву на Дома Дедова взлетел Наш кормилец запустился, с горьким городом простился И в Москву на Дома Дедова взлетел Когда я домой приеду, в понедельник, не в среду То жена меня обнимет и тогда Спросит, где ты был, скотина? В день святого Валентина И, конечно, не поверить, как всегда АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас для нашего гостя из солнечного... Дилижана Как? Почти, что Дилижана Данил! Это по просьбе трудничества Я обещал Песня называется «Апские береги» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А, кажется, еще вчера пилота биографию Я начинал по северам советской географии. В нефтьюганской стрежевой узнали брата нашего. Над им и новой уренгой ноябрьский колпа жила, Абские берега, болты и тайга кругом. Как кони-комары, но точно не Атлантика. Зимой сугробы в рост, под сорок пять мороз потом. Не сможешь позабыть суровую романтику. А, кажется, не так давно мы только начинали жить. Гордились тем, что нам дано простор небесный бороздить. И лучшей синей формы той Ей-богу в мире не было. Игул, турбин и рев винтов Опять манили в небо нас. Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша, вода в реке обе текла. Казалось, в двадцать пять так далеко до идти. Им были запахи острее, И ярче были краски там, А выше, дальше и быстрее. Летать лишь предстояло нам, И временем не дорожил, Дней не считал беспечной я. Но кто же знал, что эта жизнь Такая быстротечная? Играет музыка. Апские берега, озера и тайга кругом, И небо наяву не на конфетном фантике, И сладкий дым печной, И ледоход весной потом. Не сможешь позабыть Сибирскую романтику. Спасибо. Следующая песня про инструктора. У меня был 15 января концерт в Новосибирске, И я там плыве и составил. А вот жена проверяет и говорит, А ты что, про инструктора это не включила? Я говорю, да я в прошлый раз ее пел. Она говорит, если ты про инструктора песни не поставишь, Я с тобой разойдемся. Ну, это значит, вот Андрей здесь сидит, Мы летали там вместе, У нас выпускной самолет был Як-40, И я просто объясняю, не все понятно будет, Там есть такая фраза, я отдохну, в салоне посижу в самом конце. Дело в том, что летная группа заходила в самолет, И он летал полную заправку, Человек у нас там было 5 или 6, И по очереди летали курсанты, Несколько кругов сделает один, Потом на рулении пересаживается в салон, Уходит, садится другой, И так вот, пока хватает топлива, И пока все там не отлетают свои круги. Ну, бывало, да, вся круга. Потому что справа сидел инструктор, Бортмеханик инструктор сидел, Штурман еще там, когда по маршрутам летали, А слева сидел курсанты, Команешки вместе. Вот так вот. Я вошел в кабину, Сел, кресло подогнал, Пристегнул ремни, Напялил гарнитуру, Вот опять передо мной Торчит штурвал, И сидит инструктор мой, Какой-то хмурый, Даю добро, И я без лишних слов Рулю, и вот, Мой самолет на старте. К полету я морально не готов, Да да ладно, бог с ним, Контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал, Смотрит так и все молчит, Что это с ним творится, Плавно, плавно на себя Я беру штурвал, Ничего, сейчас он у меня Разговорится о самолет, Как очень вредный быт, Все норовит, То вверх, то вниз, то вбок, Ну, наконец-то, Вот он первый втык, За то, что скорость Выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позову, А инструктор оживился, Веселее стал, Он мне столько всяких разных слов Наговорил, О которых раньше я и не подозревал, Он говорил про это и про то, И даже чью-то маму вспоминал, И все не мог понять, Ну, кто же кто Меня к нему на голову послал. Дальше больше из меня, Вот течет рекой, И уже не слышно, Что в эфире говорят, Да кто же мог подумать, Что болтливый он такой, Напросился я, Вот теперь и сам не родной Его уж не остановить, И громкость не убавить, Вот беда, Я думаю о том, Как до земли дожить, Сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то, Завершен полет, А меня хоть выжимай, До того я мокрый, А инструктор мой охрип Больше не орет, А он, когда молчит, Всегда такой родной и добрый, Шатаясь, из кабины выхожу. Прости меня, инструктор, Дорогой, Я отдохну, В салоне посижу, Пускай тебя послушает другой. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Савидовская Аравия Под Новый год Не холодно совсем, Савидовская Аравия Под Новый год АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Новогодние огни На ёлках зажигают Новогодние огни Следующая песня у нас называется «Не кузнечик» Мурат, вот как ты хотел, да? Про авиакомпанию «Сибирь», но она сегодня будет под другой минусовкой, сейчас похвастаюсь В четверг я буду выступать маэстро и буду петь под симфонический оркестр в Новосибирске И вот там одна из песен, там будет красивая работа И не кузнечик, значит, вот они уже прислали мне для ознакомления и тренировки партитуру свою Я ее записал и думаю, все равно вы же туда все не приедете, а я вам сейчас пою еще в качестве репетиции И с него можно улажать, да? Нет он, конечно, вовсе не кузнечик И мелкие отличия не в чем Все-таки зелененький, совсем как огуречек, большой такой зеленый самолет Но все-таки зелененький, совсем как огуречек, большой такой зеленый самолет А я на нём летаю капитан И сразу ясно всем, что мне везёт И мне везёт, и возит он меня по разным странам Большой такой зелёный самолёт Большой такой зелёный самолёт Немного мест, где он ни разу не был Работать никогда не устоял Он так же, как я, почти не может жить без неба Большой такой зелёный самолёт Большой такой зелёный самолёт В Бангкоке, в Хургате, в Барселоне Он мощный позитив с собой несёт И люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зелёный самолёт Все люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зелёный самолёт Большой такой зелёный самолёт Немного мест, где он вытаскивает Алиэкоке, в Хургате, в Хургате, в Хургате Друзья, приходите к нам в СССР, И вам, конечно, сразу повезет. Вас повезет хоть в Варну, хоть во Францию на сену, Большой такой зеленый самолет. Хоть в Ерелан, хоть в Мюнхен, хоть в Венецию, хоть в Вену, Вас отвезет зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Есть предложение, есть дон перерыв. Это как? Ну да, еще раз напоминаю, что там на стойке есть диски, кому интересно, автографы после концерта. Хорошо? Саша, могу выключать? Спасибо.